Привет! Добро пожаловать на новое видео, которое поможет тебе расслабиться и крепко уснуть. Как ты помнишь, мы с тобой начали читать книгу и давно не выходило в продолжение. Так что сегодня я решила, что было бы неплохо уложить тебя спать, чтение. Так что закрывай свои глазки, надевай свои самые-самые любимые наушники, и мы будем начинать. Мы сидели у окна над крышами. Был погрянный закат. Хорошо у тебя пад, сказал я. По-моему, здесь можно сидеть, не выходя целыми неделями. И спать обо всем, что творится на свете, она улыбнулась. Было время, когда я не надеялась выбираться отсюда. Когда же это? Когда болела? Ну, это другое дело. А что с тобой было? Ничего страшного. Просто пришлось полежать. Видно, слишком быстро росла. А еды не хватало. Время войны, да и после нее, было голодновато. И я кивнул. Сколько же ты пролежала? Подумав, она ответила. Около года. Так долго. Я внимательно смотрел на нее. Все это давным-давно прошло. Но тогда это мне казалось целой вечности. В паре ты мне как-то рассказывал о своем друге, Валентине. После войны он все время думал, какое это счастье жить. И в сравнении с этим счастьем, все казалось ему незначительным. Ты все правильно заметила, сказал я. Потому что я это очень хорошо понимаю. С тех пор я тоже легко рада всему. Во-моему, я очень поверностный человек. Поверностны только те, кто считает себя глубокомысленными. А вот я определенно поверностная. Я не особо разбираюсь в больших вопросах жизни. Мне нравится только прекрасная. Вот ты принес сирень, и я уже счастлива. Это не поверностность, это высшая философия. Может быть, но не для меня. Я просто поверностна и легкомысленна. Я тоже. Не так, как я раньше говорила что-то про великого советского жулика. А вот я настоящая вантеристка. Я так и думала, сказал я. Да, мне бы давно надо подименить квартиру. Займить профессию, зарабатывать деньги. Но я все откладывала это. Хотелось пожить какое-то время на свой лад. Разумно это или нет. Неважно. Так я и поступила. Мне стало смешно. Почему у тебя сейчас такое упрямое выражение лица? А как же? Все утвердили мне, что это бесконечно и легкомысленно над этим. Что надо экономить жалкие гроши, оставшиеся у меня. Подыскать себе место и работать. А мне охотелось жить легко и радостно, и чем не связывать себя и делать, что захочу. Такое желание пришло после смерти матери и моей долгой болезни. У тебя есть братья или сестры? Она отрицательно покачала головой. Я так и думала. Я и ты тоже считаешь, что я вела себя легкомысленно? Нет. Мужественно. Причем тут мужество? Не очень-то я мужественно. Знаешь, как мне иногда бывало страшно. Значит, ты была мужественна, сказал я. Мужество не бывает без страха. Кроме того, ты вела себя разумно. Ты могла бы без толку тратить свои деньги. А так ты хоть что-то получила взамен. Но чем ты занималась? Просто так жила она для себя. За это хвалю. Нет, ничего прекрасней. Она смехнулась. Все это скоро кончится. И я начну работать. Где? Это не связано с твоим тогдашним делом свиданиям с Пиннингом. Да, с Пиннингом. И доктором Максом Матушаймом. Директором магазина бодифонной компании Электролом. Произвольщица с музыкальным образованием. И ничто другое этому Пиннингу в голову не пришло. Пришло. Но я не захотела. Я ему бы не советовала. Когда ты начнешь работать? 1 августа. Ну, тогда еще останется немало времени. Может, подыщем что-нибудь другое. Но, так или иначе, мы, безусловно, будем твоими покупателями. Разве у тебя есть патефон? Нет, но я, разумеется, немедленно приобрету его. А вся эта история мне определенно не нравится. А мне нравится, сказала она. Ничего путного я делать не умею. Но с тех пор, как ты со мной, мне стало для меня гораздо проще. Впрочем, не стоило рассказывать тебе об этом. Нет, стоило. Ты должна мне всегда говорить обо всем. Выглядев на меня, она сказала. Хорошо, Робби. Потом она поднялась и подошла к шкафчику. Знаешь, что у меня есть? Ром. Для тебя. И, как мне кажется, хороший Ром. Она поставила Ромку на столик и виртуально посмотрела на меня. Ром хорош. Это чувствуется издалека. Сказала я. Но почему бы тебе не быть более обиджливой? Пат. Хотя против того, чтобы оттянуть все это дело с патефонами. Не хочу. Тоже правильно. По цвету Рома я сразу поделила, что он с чем-то смешан. Вентарковец, конечно, обманул пат. Я выпил рюмку. Высший класс. Сказала я. Налей мне еще одну. Где ты его достала? В магазине на углу. Какой-нибудь подшивый магазинчик деликатесов. Подумала я. Решив зайти туда, при случае высказать хозяину, что я о нем думаю. А теперь мне, пожалуй, надо идти, под. Спросил я. Нет еще. Мы стояли у окна. Внизу зажглись фонари. Покажи мне свою спальню. Сказала я. Она открыла дверь и включила свет. Я оглядела в комнату. Не переступая порог. Сколько мыслей принеслось в моей голове. Значит, это твоя кровать, пат. Наконец спросил я. Она улыбнулась. А чья же, Робби? Правда. А вот телефон. Буду теперь знать его и... Эд. Я пойду. Прощай, пат. Она прикоснулась руками к моим вискам. Было бы честно остаться здесь в этот вечер. Быть возле нее, под мягким голубым одеялом. Но что-то удерживало меня. Ни скованность, ни страх, ни осторожность. Просто небольшая... Нежность. Нежность, в которой растворялось желание. Прощай, пат. Сказала я. Мне было очень хорошо у тебя. Гораздо лучше, чем ты можешь себе представить. И, Ром, и то, что ты подумала обо всем. Но ведь это все так просто. Не для меня. Я к этому привык. Я повернулась в пансионку в Раузелевске. И посетила немного в своей комнате. Мне было неприятно, что Бату чем-то будет обязанную бендингу. Я вышла в коридор и направилась к РН Пенингу. Я по серьезному делаю, РНА. Какой нынешний спрос на женский труд? Почему это вдруг? Удивилась она. Не ждала такого вопроса. Впрочем, скажу вам, что положение весьма неважное. И ничего нельзя сделать. А какая специальность? Секретарша, ассистентка. Она махнула рукой. Сотни тысяч безработных. У этой дамы какая-нибудь особенная специальность? Она великолепно выглядит, сказала я. Сколько слогов? Спросила РНА. Что? Сколько слогов она записывает в минуту? На скольких языках? Понятия не имею, сказал я. Но знаете, для представительства, дорогой мой, знаю все заранее. Да, мы из хорошей семьи, когда-то жила припеваючи, а теперь вынуждена и так далее, и так далее. Безнадежно, поверьте. Разве что кто-нибудь примет в не особое участие и пристроит ее. Вы понимаете, чем ей придется платить? А этого вы, вероятно, не хотите? Странный вопрос. Менее странный, чем вам кажется. Вскоре что-то ответила РНА. Этот счет мне кое-что известно. Я вспомнила связь Ерны с ее шефом. Но я вам дам хороший совет. Продолжала она. Постарайтесь зарабатывать так, чтобы хватало на двоих. Это самое простое решение вопроса. Женитесь. Я разумеялась. Вот это здорово. Не знаю, смогу ли я взять столько на себя. Эрна странно посмотрела на меня. При всей своей живости она показалась мне вдруг слегка уфяншей и даже постаревшей. Вот что я вам скажу. Проднесла она. Я живу хорошо. И у меня немало вещей, которые мне вовсе не нужны. Но поверьте, если бы кто-нибудь пришел ко мне и предложил жить вместе, по-настоящему, честно, я бросила бы все это порохло и поселилась бы с ним хоть на чердачной коморке. Елизо снова обрала прежние выражения. Но у Бог с ним совсем в каждом человеке скрыто немного сентиментальности. Она подмигнула мне сквозь дым свои секретки. Вероятно, даже и в вас. Откуда? Да, да, сказала Эрна. И прорывается она совсем неожиданно. Он мне не прорвется. Ответил я. Я пробыл дома до 8 часов. Потом мне надоело одиночество, и я пошел в бар. Надеюсь, встретить там кого-нибудь. За столиком сидел Валентин. Присядь, сказал он. Что будешь пить? Ром, ответил я. Да, с сегодняшнего дня у меня особое отношение к этому напитку. Ром, молоко солдата, сказал Валентин. Между прочим, ты хорошо выглядишь, Ромби. Разве? Да, ты помолодел. Тоже неплохо, сказала я. Пусть здоров, Валентин. Пусть здоров, Ромби. Мы поставили рюмки на столик и, посмотрев друг на друга, рассмеялись. Дорогой ты мой старик, сказал Валентин. Дружище, черт бы тебя попрал, воскликнул я. Снова то же самое. Идет. Фред налил нам. Так, будем здоровы, Валентин. Будем здоровы, Ромби. Какие замечательные слова. Будем здоровы. Верно. Лучшие из всех слов. Мы повторили тост еще несколько раз. Потом Валентин ушел. Я остался. Кроме френдов в баре никого не было. Я раскатывал старые освещенные картины на стенах. Корабли с пожилтешими парусами и думал о падах. Я охотно позвонил бы ей, но заставлял себя этого не делать. Мне не хотелось думать о тюне так много. Мне хотелось, чтобы она не была для меня мечтанным подарком. Счастьем, которое пришлось, но вы уйдет. Только так. Я не хотела допускать и мысли, что это может стать чем-то большим. Я слишком хорошо знала всякая любовь и хочет быть вечной. В этом и состоит ее вечная мука. Но ведь нет ничего прочного. Ничего. Дай мне еще одну рюмку, френд. Попросил я. В пару шли мужчина и женщина. Они выпили по стаканчику колберевого стойки. Женщина выглядела утомленной. Мужчина смотрел на нее с вожделением. Скорее. Вскоре они ушли. Я выпил свою рюмку. Может быть, не стоило идти сегодня к Баду. Перед моими глазами все еще была комната. Исчезающая в сумерках. Мягкие. Синие. Вечерние тени. И красивая девушка. Глуховатым. Низким голосом говорившая о своей жизни. О своем желании жить. Черт возьми. Я становился сентиментальным. Но разве не растворилась уже в дымке нежность то? Захлестнувший меня. Разве и все это уже не заводило меня глубже, чем я думал и хотел? Разве сегодня, именно сегодня, я не почувствовала, как сильно я переменился? Почему я ушел? Почему не осталось за нее? Ведь я желала этого. Проклятие. Я не хотел больше думать обо всем этом. Быть что будет. Пусть я зайду с ума от горя, когда потеряю ее. Но пока она была со мной, все остальное оказалось безразличным. Стоило ли пытаться упорочить свою маленькую жизнь? Все равно неиспешно станет день, когда великий потоп смоет ее. Выпьешь со мной, Фред? Спросил я. Как всегда, сказал он. Мы выпили по дверью муки абсента, потом бросили шребий, кому заказывать следующее. Я выиграла, но мне это не устраивало. Мы продолжали бросать шребий, и я проиграл только на пятый раз. Но уж отрижды к ряду. Что я? Пьян? Или действительно гром гремит? Спросил я. Вряд прислушался. Правда, гром. Первая краса в этом году. Мы пошли к выходу и посмотрели на небо. Его заволокло тучами. Было тепло, и время от времени раздавались раскаты грома. Значит так. Можно выпить еще по одной? Предложил я. Фред не возражал. Противная лакричная водичка, сказала я, и поставил пустую рюмку на стол. Фред тоже считал, что надо выпить чего-нибудь покрепче. Вишневку, например. Мне хотелось с Ромой. Чтобы не спорить, мы выпили и то, и другое. Мы стали пить из больших бокалов. Их Фреду не надо было так часто наполнять. Теперь мы были в блестящем настроении. Несколько раз мы выходили на улицу смотреть, как сверкают молнии. Очень хотелось видеть это. Но нам не везло. Вспышкой озирали небо, когда мы сидели в баре. Фред сказал, что у него есть невеста. Дочь владельца ресторана. Но он хотел повременить женитьбой до смерти старика, чтобы узнать совершенно точно, что ресторан достанется ей. На мой взгляд, Фред был не в меру осторожен. Но он доказал мне, что старик – гнусный тип, о котором наперед ничего нельзя знать. От него всего жди. Еще завещает ресторан в последнюю минуту местной общине методистской церкви. Тут мне пришлось с ним согласиться. Впрочем, Фред не униновал. Старик простудился, и Фред решил, что у него может быть грипп. А ведь это очень опасно. Я сказал ему, что для алкоголиков грипп, к сожалению, сущие пустяки. Больше того, настоящие пробоицы, наверное, начинают буквально расцветать и даже жреть от гриппа. Фред заметил, что это, в общем, все равно. А у вас старик попадет по какому-нибудь машину. Я признала возможность такого варианта, особенно на мокром асфальте. Фред тут же выбежал на улицу посмотреть, не пошел ли дождь. Но было еще сухо. Только гром громил сильнее. Я дал ему стакан лимонного сока и пошел к телефону. В последнюю минуту я вспомнил, что не собирался звонить. Я помахал рукой аппарату и хотел снять перед ним шляпу. Но тут я заметил, что шляпы на мне нет. Когда я вернулся, у столика стояли Кэстер и Ленц. «Ну-ка выдохни», — сказал Котфрид. Я повинался. «Ром, вишневая настойка и абсент», — сказал он. «Бил абсент». «Если ты думаешь, что я пьян, то ошибаешься», — сказал я. «Откуда вы?» «С политического собрания». Но Отто решил, что это слишком глупо. «А что пьет Фред?» «Лимонный сок». «Выпил бы и ты стаканчик». «Завтра», — ответил я. «А теперь я чего-нибудь попою». Кэстер не сутился в меня взгляда. «Не смотри на меня так, Отто», — сказал я. «Я слегка наклюкался, но от радости нескоря». «Тогда все в порядке», — сказал он. «Все равно пойдешь с нами». В один из часов я был снова отрезк, как стеклышко. Кэстер предложил пойти посмотреть, что с Фредом. Мы вернулись в бар и нашли его мертвецки пьяным за стойкой. «Предзащить его в соседнюю комнату», — сказал Ленс. «А я пока буду здесь, за барменом». Мы с Кэстером привели Фреда в чувство, напоив его горячим молоком. Оно подействовало мгновенно. Затем мы задели его на стул и приказали отдохнуть за полчаса, пока Ленс работал за него. Кодрид сидел, как с Леннет. Он знал все цены, за наиболее ходкие рецепты коктейлей и так лихо тряк мистер, словно никогда ничем иным не занимался. Через час появился Фред. Желудок его был основательно проспиртован, и он быстро приходил в себя. «Очень сожалею, Фред», — сказал я. «Надо бы нам сперва что-нибудь поесть». «Я опять в полном порядке», — ответил Фред. «Нет. Время от времени — это неплохо». «Безусловно». Я подошел к телефону и вызвал Панту. «Мне было совершенно и безразлично все, что я придумал раньше». «Она ответила мне. Через 15 минут буду у Парадного», — сказал я и торопливо повесил трубку. «Я боялась, что она устала и не захочет ни о чем говорить. А мне дополвало ее увидеть». Паз спустилась вниз. Когда она открывала дверь Парадного, я ей поцеловал стекло там, где была ее голова. Она хотела что-то сказать, но я не дал ей слов вымовить. Я поцеловала ее. «Мы побежали вдвоем вдоль улицы, пока не нашли такси. Звергнула молния и остался гром. «Скорее начнется дождь», — сказал я. «Токси тряслось по нервной брусчатке. Все было чудесно. При каждом толчке я ощущал пад. Все было чудесно. Дождь, город, хмель. Все было так огромно и прекрасно. Но я был в бодром, светлом настроении, какое испытываешь, когда выпил и уже преодолел хмель. Вся моя скованность исчезла. Ночь была полна глубокой силы. И блеска. И уже ничто не могло случиться. Ничто не было фальшивым. Точь началась по-настоящему, когда мы вышли. Пока я расплачивался шофером темным, оставая еще была усеяна капельками пятнышками, как пандера. Но не успели мы дать добротного, когда черных блестящих камнях уже вовсю подпрыгивали серебряные фонтанчики с неба. Не сверкался потом, и они зажег свет. Молнии освещали комнату. Гроза бушевала над городом. Раскаты грома следовали один за другим. «Вот когда мы сможем здесь покричать, воскликнул он, не боясь, что нас услышат. Ярко взбухивало окно. На белом голубом фоне неба взметнулись черные силуэты кладбищеских деревьев. И сразу исчезли с загружительных треском, крохотом ночи. Перед окном между тьмой и тьмой на мгновение возникла гибкая фигура Пант. Я обняла ее за плечи, она тесно прижалась ко мне. Я ощутила ее дыхание и позабыла обо всем. Наша мастерская все еще пустовала, как амбар перед жертвой. Поэтому мы решили не продавать машину, купленную на аукционе, а использовать ее как такси. Ездить до ней должны были по очереди. Ленс и я. Кэстер с помощью ЧУП вполне мог управляться мастерской до получения настоящих заказов. Мы с Ленсом бросили время, кому ехать первым. Я выиграл. Набив карман мелочью и взял документы, я медленно поехал на нашем такси по городу. Чтобы подыскать для начала хорошую стоянку, первый выезд показался мне несколько странным. Любой идиот мог меня остановить, и я обязана было его везти, чувствуя не из самых приятных. Я выбрала место, где стояло около пяти машин. Стоянка была напротив гостиницы в Альтерков в Деловом районе. Казалось, ты долго не задержишься. Я выключил зажигание и вышел. От одной из передних машин отделился взрослый парень в кожаном пальто и направился ко мне. Убирайся отсюда, сказал он угрюмо. Я спокойно смотрела на него, прикидывая, что если придется драться, то лучше всего сбить его ударом в челюсть снизу. Сненая одежда не мог достаточно быстро закрыться руками. Не понял, кожаная. Бальто спросила и сплюнул мне под ноги окурок. Убирайся, говорю тебе. Хватит нас тут. Больше нам никого не надо. Его разозлило появление лишней машины. Это было ясно. Но ведь я имел право здесь стоять. Ставлю вам водку, сказал я. Этим вопросом был исчерпан. Таков обычай. Как-то кто-нибудь появляется впервые. К нам подошел молодой шофер. Ну ладно, коллега. Оставь его у Куста. Но Куста во что-то во мне не понравилось. И я знала, что он почувствовал во мне новичка. Считаю, до трех. Он был на голову выше меня и, видимо, хотел этим воспользоваться. Я понял, что слова не помогут. Надо было либо уезжать, либо драться. Раз, сказал Кустаф и расстегнул пальто. Просил пить, сказал я. Снова пытаюсь вымерить его. Лучше пропустим по рюмочке. Два, прорычал Кустаф. Он собирался замордовать меня обо всем правилам. Плюс один равняется он заломил фражку. Заткнись. Внезапно заорал я. Он неожиданности Кустаф открыл рот, сделал шаг вперед и оказался на самом удобном для меня месте. Развернувшись всем корпусом, я сразу ударил его. Кулак сработал, как у молота. Поэтому удары научил меня кестер. Приемом бокса я владел слабо. Да не считал нужным тренироваться. Обычно все зависело от первого удара. Мой пергод оказался правильным. Кустаф повалил на тротуар как в мешок. Таким ему и надо, сказал молодой шофер. Старый хулиган. Мы подащили Кустафу к его машине и положили на сидение. Ничего, придет в себя. Я немного разволновался. В спешке я неправильно поставил большой палец и приударив выфигнул его. Если бы Кустафу сразу пришел в себя, он смог бы сделать за мной что угодно. Я сказала об этом моду. Шофера избавил не лучше ли мне сматываться. Ерунда, сказал он. Дело с концом. Пойдем в кабак поставишь нам по рюмочке. Ты непрофессиональный шофер, верно? Да. Я тоже нет. Я актер. И как? Да, вот, шефур изменялся он. Тут театра достаточно. Пивно мы зашли в пятером. Двое пошелых и трое молодых. Скоро явился Густав, тупо глядя на нас. Он подошел к столику. Левой рукой нащупал я в кармане связку ключей и решил, что в любом случае буду защищаться до последнего. Но до этого не дошло. Густав подвинул на себе ногой стол и с хмурым видом опустился на него. Хозяин поставил перед ним рюмку. Густав и остальные выпали по первой. Потом нам подали по второй. Густав покосился на меня и приподнял рюмку. Будь здоров. обратился на ко мне с мерзительным выражением лица. Пусть здоров. Ответил я и выпил. Густав достал пачку сигарет. Не глядя на меня, он протянул мне ее. Я взял и дал ему огня. Затем сказал по двойному грюмелю выпили. Густав посмотрел на меня сбоку. Болда, сказал он, но уже добродушно. Мурло ответил я в том же тоне. Он пришел высоко ко мне. Твой удар был хороший. Случайно я показал ему вывихнутый палец. Не повезло, сказал он улыбаясь. Место что прочий меня зовут Густав. Меня Роберт. Ладно, значит все в порядке Роберта. Я решила, что ты за вами нахип покутируешься. Все в порядке Густав. Стою минуты мы стали друзьями. Мышины медленно подвигались вперед. Актер которого все звали Томми получил отличный заказ. Поездку на вокзал. Густав отвез кого-то в ближайший ресторан за 30 феников. Он чуть не лопнул от злости заработать 10 и снова пристраиваться в пост. Мне попался редкостный пассажир. Старая англичанка, пошла всмотреть город. Я разъезжала с ней около часа. На обратном пути у меня было еще несколько мелких ездок. В полдень, когда мы снова собрались пивной и облетали бутерброды, мне уже казалось, что я заправский таксист. В отношениях между водителями было что-то от братства старых солдат. Здесь собрались люди самых различных специальностей. Только около половины из них были профессиональными шоферами. Остальные оказались рулем случайно. Перед вечером в довольно растребанных чувствах я въехала во двор мастерской. Лен хоро хорош нужен а потом маленькое столкновение на мокром асфальте прямо перед воротами ни одного простравшего но зато основательный ремонт. Посмотрите сюда я показала им 35 марок лежавших у меня на ладони. Великолепно сказал кэстер из них 20 марок чистый заработок придется размочить их сегодня ведь должны мы отпраздновать первый рейс давайте пить крюшон заявил лент крюшон спросил я зачем крюшон потому что с нами будет пад пад не раскрывая так широкой рот сказал последний романтик потому что обо всем договорились всем мы заедем за ней она предупреждена уж раз ты не подумал о ней придусь нам самим позаботиться и в конце концов ты ведь познакомился с ним благодаря яна отто сказал я видел ты когда-нибудь такого нахала как этот рекрут как-то рассмеялся что у тебя с рукой ромби ты ее держишь как-то на бок кажется выфихнул я рассказал историю с кустом лент смотрел мой палец конечно выфихнул как крестьянин и студент медик в отставке я смотря грубости помассирую тебе палец пойдем чемпион по бокс мы пошли в мастерскую где кот присоединился моей рукой вылив на нее немного масла ты сказал пад что мы празднуем однонемный юбилей нашей таксомоторной деятельности спросил я его он свистнул сквозь зубы а ты разве стыдишься этого ладно прыгнул я зная что он прав так ты сказал зато одиночество делает людей безтактными слышишь мрачный солист такт это написанное соглашение не замечать чужих ошибок и не заниматься их исправлением то есть жалкий компромисс немецкий ветеран на такое не пойдет что бы ты сделал на моем месте спросил я если бы кто-нибудь вызвал твой такси по телефону а потом выяснилось бы что это пад он охпульнулся я ни за что бы не взял с нее оплату за проезд мой сын я ткнул его так что он следил с тобой на трех ножках ах ты негодяй знаешь что я сделаю я просто заеду за ней вечером на нашем такси ну это правильно котрит поднял благословляющую руку толика не теряй свободы она дороже любви но это обычно понимают слишком поздно а такси мы тебе все-таки не дадим оно нужно нам для фердинанна Грау и Валентина сегодня у нас будет серьезный и великий вечер мы сидели в садике небольшого преградного трактира низко над лесом как красный факел повезла влажная луна мерцали бледные гантеля бред цветов на каштанах отряющие упала сирень на столе перед нами стояла большая стеклянная чаша с ароматным грижоном в неверном свете раннего вечера чаша казалась светлым опалом в котором перегрались последние синевато перламутровые отблески догаравшей сари уже четыре раза в этот вечер чаша наполнялась грижоном председатель он оглядел всех по очереди знаете ли вы братья что страшнее всего на свете пустой стакан ответил линз фиртинанс сделал председатель шестовую сторону кот вред нет ничего более позорного для мужчины чем шутовство потом он снова обратился к нам самое страшное братья это время время мгновения которые мы переживаем и которым все-таки никогда не владеем он достал с кармана часы и поднес их глазам ленца вот она мой бумажный романтик адская машина тикает невыдержимо тикает стремясь навстречу непотью ты можешь остановить лавину горный обвал но вот эту штуку не остановишь и не собираюсь останавливать цевел линз хочу мирно застариться кроме того мне нравится разнообразие для человека это невыносимо сказал крау не обращая внимания на кот вреда человек просто не может вынести этого и и вот почему он придумал себе мечту древнюю трогательную безнадежную мечту о вечности кот вред рассмеялся фердинанд самая тяжелая болезнь мира мышления она неизлечима будь она единственной ты был бы бессмертен ответил ему грау ты недолговременное соединение углеводов извести фосфора и железа именуемое на этой земле кот вредом лензе кот вред блаженно улыбнулся фердинанд тряхнул своей львиной кривой братья жизнь это болезнь и смерть начинается с самого рождения в каждом дыхании в каждом ударе сердца уже заключено немного умирания все это толчки приближающие нас к концу каждый глоток тоже приближает нас к концу заметил лензе твое здоровье фердинанд иногда умирать чертовски легко грау поднял бокал по его крупному лицу так как беззвучная гроза пробежала улыбка будь здоров котлет ты плоха резвоскачущая пошуршающая кальки времени и о чем только думала прозрачная сила движущая нами когда заставала тебя это ее честное дело впрочем вердинанд тебе не следовало поговорить так пренебрежительно об этом если бы люди были вечные ты остался без работы старый прилипали смерти плечи фердинанда сотряслись он хохотал затем он обратился к бат что вы скажете о нас болтунах маленький цветок на пляж еще в воде потом я гулял спад по саду луна поднялась выше и лука плыли в сером серебре длинные черные тени деревьев лили на траву темными стрелами указывающими путь в неизвестность мы спустились к озеру и повернули обратно по дороге мы увидели ленца он притащил сад раскладной стул посад его в кусты сирени и уселся его светлая шевелюра и огонек сигареты резко выделялись в полумраге рядом на земле стояла чаша с недопитым майским крышоном и бокал вот так местечко воскликнул лопат и в сирень собрался здесь не дурно котрик встал присядьте вы подсел на стул еле заплела среди цветов я помешана сирени сказала последний романтик для меня сирени это воплощение тоски по родине весной 1994 года я как шальной снялся с места и приехала из Рио-де-Жанейро домой вспомнил что в Германии скоро должна сойти сирень но я конечно опоздал он рассмеялся так получается всегда Рио-де-Жанейро подпритянуло к себе ветку сирени выпали там твоем с Ромби кодрик и бешил у меня мурашки побежали по телу смотрите какая луна торопли подсказала я и много значительно насыпил Лензу на ногу при вспышке его секрета я заметил что он лопнулся и подмигнул мне я был спасен нет мы там не были вдвоем заявил Ленз тогда я был один ну а что если мы выпьем еще по кладочку куришона больше не надо сказала Банда я не могу без только вина Ферзанда кликнул Ланса мы пошли к нему его миссивная фигура вырисовывалась в дверях войдите детки сказал он ночью людям подобным нам не зачем общаться с природой ночью она желает быть одна Кристинина Лерри Банка другое дело но мы горожане чьи инстинкты притупились он положил руку на плечо Годрида ночь это протест прежется против цивилизации Годрид порядочный человек не может долго выдержать его он замечает что искренне смолчили его округа деревьев животных звезд и бессознательной жизни он улыбнулся своей странной улыбкой о которой никогда нельзя было сказать печально она или радостно заходите закреемся воспоминаниями ах вспомним уже чудесное время когда мы были еще овощами и ящерицами это 50 или 60 тысяч лет тому назад господи до чего же мы упустили с тех пор он взял пац за руку если бы у нас не сохранилась хотя бы крупица понимания красоты все было бы потеряно осторожным движением огромных лап он положил ее вдоль на свое плечо серебристая звездная тишина повисшая над крохоча бездна хотите выпить стакан вина с древним древним старцем да сказала она все что вам угодно они вышли в дом рядом с фердинандом она оказалась его дочерью стройной смелой и юной дочерью усталого великана от исторических времен в одиннадцать мы двинулись в обратный путь валентин сел за руль такси и уехал с фердинандом остальные сели в карло ночь была теплая кастер сделал крюк и мы проехали через несколько деревень дремавших в шоссе лишь изредка в окре мелькало огонек и доносился одинокий лая собак лен сидел впереди рядом с оттой пел под и я устраивались сзади гастер великолепно вел машину он брал повороты как птица будто забавлялся он ездил резко когда он спирался по спирали можно было спокойно спать настолько плавно шла машина скорость не ощущалась по шуршанию шин мы узнали какая под нами дорога к троне они посвистывали на площадке глухо громыхали снобы света отвар вытянувшись далеко вперед мчались перед нами как пара серых кончиков вырывая из темноты дрожащую перезовую аллею верениц в стополи опрокидывавшись телевыхрамные столбы и безмолв настраивались на их брызек в россыпях тысяч звезд под ней мыслимой высоте везут нами светлый дым млечного пути кастер гнался быстрее я укрыл пад пальто она улыбнулась ты любишь меня спросил я она отрицательно покачала головой а ты меня нет вот счастье правда большое счастье тогда с нами ничего не может случиться не так ли решительно ничего ответила она и взломая руку шоссе спускалась широким поворотом к железной дороге плескивали рельсы далеко впереди показался красный огонек карл взревел и рванулся вперед это был скорый поезд спальные вагоны ярко освещенный вагон ресторан вскоре мы поравнялись с ним пассажиры махали нам из окон мне отвечали карл обогнал поезд и оглянулся паровоз свергал дым и искры с тяжким черным крохотом мчался он сквозь синюю ночь мы обогнали поезд но мы превращались в город где такси ремонтные мастерские и меблированные комнаты обороз крохотал в туалере лесов и полей в какие-то дали в мир приключений покачиваясь неслись навстреченном улице и дома карл немного притих но все еще ручал как дикий зверь кестер остановился недалеко от кладбища он не поехал ни кубат ни ко мне он просто остановился где-то поблизости вероятно решил что мы хотим остаться наедине мы вышли кастроли от снег глянувшись сразу же промчались дальше я посмотрела им вслед на минуту мне это показалось странным они уехали мои товарищи уехали а я остался я встряхнулся пойдем сказал я пад она смотрела на меня словно о чем-то догадываясь поезжай с ними сказала она нет ответил я ведь тебе хочется поехать с ними вот еще сказала я знаю что направо пойдем мы пошли вдоль кладбища еще пошатываясь от быстрой исты и ветра робби сказала пад мне лучше пойти домой почему не хочу чтобы ты из-за меня от чего-нибудь отказывался о чем ты говоришь от чего я отказываюсь от своих товарищей вовсе я от них не отказываюсь и завтра утром я снова их увижу ты знаешь о чем я говорю сказала она раньше ты проводил с ним гораздо больше времени потому что не было тебя ответила я и открыла дверь она покачала головой это совсем другое конечно другое и слава богу я поднял ее на руки и принес по коридору в свою комнату тебе нужны товарищи сказала она ее губы почти касались моего лица ты мне тоже нужна но не так это мы еще посмотрим я открыла дверь и она скрызнула на пол не отпуская меня а я очень неважный товарищ робби надеюсь мне не нужна женщина в роли товарища мне нужна возлюбленная я не возлюбленная пропормотала она так кто же ты не половинка и не целая так фрагмент это самое лучшее таких женщин любят вечно законченные женщины быстро надоедают совершенно то же а фрагменты никогда было 4 часа утра я проводил бад и возвращалась к себе мне больше чуть посветлело пахло утром я шел мимо кафе интернациональ нежно открылась дверь швейска закусочной около дома профессиональных союзов и передо мной возникла девушка маленький перет потертое красное пальто высокие лакированные сапожки на шнуровке я же проезжала была мимо и вдруг узнал ее Лиза и тебя оказывается можно встретить откуда ты спросил я она показала на закусочную я там ждала думала пройдешь мимо ведь ты в это время обычно идешь домой да правильно пойдешь со мной я засмеялась это невозможно не надо денег быстро сказала она не в этом дело ответил я не обдуна деньги у меня есть ах вот на что вскоре сказала она и захотела уйти я сходил я за руку не отлиз бледная и худая она стояла на пустой серой улице такой я встретил ее много лет назад когда жил один тупо бездумно и безнадежно сначала она была недоверчива как все эти девушки но потом после того мы поговорили несколько раз трогательно привязывалась ко мне это была странная связь случайно я не видела ее недельми а потом она вдруг оказывалась в этом ртуаре и ждала меня тогда мы оба были одиноки и даже немногие крупицы тепла что мы трели друг к другу были для нас значительными я давно уже ее не видела с тех пор как познакомилась с Бат где-то только пропадала Лиза она пошла плечами не все ли равно просто захотелось опять увидеть тебя но могу уйти как ты живешь оставь ты это сказала она не утруждай себя ее купли дрожали по ее виду я решил что она голодает я приду с тобой немного сказала я ее равнодушное лицо оживилось и стало детским по ее виду я решил что куплю в одной из швейских закусочных которые открыты всю ночь какую-то еду чтобы покормить ее Лиза сперва не соглашалась лишь когда я сказала ей что тоже хочу есть уступила она следила как бы меня не обманули подсунув плохие куски она не хотела чтобы я брал полфунта ветчины заметив что четвертушки довально если взять еще немного франкфуртских сосисок но я купил полфунта ветчины и две банки сосисок она шла под самой крышей в коморке обставленной кое-как на столе стояла геросиновая лампа а около кровати бутылка с усталенной в ней свечой к стенам были приколоты кнопками картины и журналов на комоде лежало несколько детективных романов некоторые гости особенно женаты любили разглядывать их Лиза собрала открытки в ящик и достала старенькую на чистую скатерть я принялся расцветывать по кубке Лиза переоделась сперва она сделала платья не бутинки хотя не всегда сильно болели ноги я это знала ведь сколько же ей приходилось бегать она стояла посреди комнаты в своих высоких даклен лакированных сапожках и в черном белье как тебе нравятся мои ноги спросила она классные как всегда мой ответ обрадовала я и она с облегчением перезел на кровать что пришло рвать сапоги сто двадцать марок стоят сказала она протягивая мне их пока заработаешь столько и сносится в пух и прах она выкинула из шкафа кимоно и пару перчевых туфель и оставшиеся от лучших дней при этом она вину налогнулась ей хотелось нравиться мне вдруг я почувствовала в ком в горле мне стало грустно выкат в этой крохотной комарке словно умер кто-то близкий мы ели и я очень осторожно разговаривал с ней она сметила какую-то перемену во мне в ее глазах появился испуг между нам никогда не было больше того что приносило случай но может быть как раз это и привязывает и обязывает людей сильнее чем многое другое я встал ты хочешь спросила она так словно что давно опасалась этого у меня еще одна встреча она удивительно посмотрела на меня так поздно важное дело лиза надо попытаться разыскать одного человека в это время он обычно сидит в истории нет женщин которые понимают эти вещи так хорошо как девушки вроде лизы и обынуть их труднее чем любую женщину ее лицо стало каким-то пустым но тебя другая видишь лиза мы с тобой так мало виделись скоро уже год ты сама понимаешь что нет нет я не об этом у тебя женщина которую ты любишь ты изменился я это чувствую лиза нет нет ну скажи сам не знаю может быть она постоялась минуты потом кивнула головой да да конечно я глупа ведь между нами ничего и нет она провела рукой по лбу не знаю даже с какой стати я я смотрел на ее худенькую надломленную фигурку форчевые туфель кимоно долгие пустые вечера воспоминаний до свидания лиза ты идешь не посидишь еще немного уходишь уже я понимала о чем она говорит но этого я не мог было странно но я не мог иначе никак не мог я чувствую это всем своим существом раньше такого со мной не бывало не было у меня такого вдруг я почувствовала как далеко от всего этого она стояла в дверях ты уходишь проговорила она и тут же подбежала к комоду возьми обратно я знаю что ты получил мне деньги под газету не нужны мне они вот они вот только уйти я должен лиз ты больше не придешь приду лиз нет нет ты больше не придешь я знаю и не приходи больше иди иди наконец она разрыдалась я спустился по лестнице не оглянувшись я еще долго пройдил по улице это была необычная ночь я переутомился и знала что не усну прошел мимо интернационали думала о Лизе о прошедших годах о многом другом давно уже по забытым все отошло в далекое прошлое и как будто больше не касалось меня потом я прошел по улице по которой шел аппад ветер усилился все окна в доме были темные утро кралось в серых лапах вдоль дверей наконец я пришел домой боже мой подумал я кажется я счастлив там которые вы всегда прячете от нас сказала фраза Левски можете не прятать пусть приходят к нам совершенно открыто она мне нравится но ведь вы ее не видели возразил я не беспокойтесь я видела многозначительно называла фраза Левски я видела ее и она мне нравится даже очень но эта женщина не для вас вот как нет я просто удивлена как это вы откопали ее в своих кабаках хотя конечно таки как вы мы отклоняемся от темы прервала ее я она сказала это женщина для человека с хорошим прочным положением одним словом для богатого человека так подумал я вот и получил этого только не хватало вы можете сказать о любой женщине заметила я раздраженно она трехнулась этими кудряшками дайте срок будущее покажет что я права ах будущее я стасады журнала стол с запутки кто сегодня говорил о будущем зачем ломать себе голову над этим фраза левски покачала своей величественной головой до чего же странные нынешние молодые люди прошлое вы ненавидите настоящее презираете а будущее вам безразлично вряд ли это приведет к хорошему концу а что вы собственно называете хорошим концом спросил я хороший конец бывает лишь тогда когда до него все было плохо уж куда как лучше плохой конец все это еврейские выкрутасы возразила фраза левской с достоинством и решительно направилась к двери но уже взявшись с ручку замерла как вкопанная смокинг изумленно прошла она у вас она возвращалась на костюм оттокестера висевшей на дверке шкафа я отошила его чтобы пойти спад в театр да у меня нет это сказал я ваша наблюдательность сюда не вне всякого сравнения она хитно посмотрела на меня буря мыслей отразившая на ее толстом лице разлетелась широким всепонимающей усмешкой ух сказала она и затем еще раз а а а и уже из коридора совершенно пренебрегая той вечной радостью которую испытывает женщина при подобных открытиях с каким-то вызывающим наслаждением она бросила мне через плечо значит так обстоят дела да так обстоят дела сплетница злобно промолдала я вслед знаю что она меня же не слышит в бешенстве я швырнул коробку с новыми лакированными туфлями на пол ей верители нужен богаче как будто я сам этого не знала я зашел запад она стояла в своей комнате уже одетая для выхода и ожидала меня у меня едва не переходило дыхание когда я увидел ее впервые со времен нашего знакомства она была вечерней одета платье и серебряный парчемяк изящно не спуталась прямых плеч она казалась узким но все же не стесняла ее свободный широкий шаг спереди она была закрыта сзади и имела глубокий вырез углом в матовом сниотом свете сумерек подказалась мне каким-то серебряным факелом и ожиданно я ошеломляюще изменившийся праздничный и очень далекий призрак враузлеевский с притягающим ополненным пальцем вырос за ее спиной как тень хорошо что ты не была в этом платье когда я встретила тебя впервые сказал я ни за что бы не подступился к тебе таки таки я проверила Ромби она улыбнулась оно тебе нравится мне просто страшно в нем ты совершенно новая женщина разве это страшно на то есть существует платье может быть меня оно слегка прижипло к такому платью тебе нужен другой мужчина мужчина с большими деньгами она размеялась мужчина с большими деньгами в большинстве отвратительные но деньги ведь не отвратительные нет деньги нет я так и думала а разве ты этого не находишь нет почему же деньги правда не приносят счастья они действуют чрезвычайно успокаивающе они дают независимость мимилу а еще больше а если хочешь я могу надеть другое платье ни за что оно роскошное с сегодняшнего дня я ставлю портных выше философ портные вносят в жизнь красоту это в сто крат ценнее всех мыслей даже если не глубокие как у пробости берегись как бы я в тебя не влюбился мать рассмеялась я несумерно оглядел себя кастер был чуть выше меня пришлось закрепить прыгинклискими булавками чтобы они кое-как сидели на мне к счастью это удалось мы сели такси поехали в театр по дороге был монотелив сам не понимаю почему расплачивая шофером я внимательно посмотрела на него он был небрит и выглядел очень утомленным красноватые куряки под глазами он равнодушно взял деньги хорошая выручка сегодня тихо спросил я он склюнул на меня решил что перед ним праздный любопытный пассажир он пургнул ничего видно было что не желая отступать в разговор на мгновение я почувствовала что должен сесть вместо него за руль и поехать потом обернулся и видел пад стройную и гибкую поверх серебрного платья надела короткий серебряный шакет с широкими рукавами она была прекрасна и полна нетерпения скорее робби сейчас начнется у входа толпилась публика была большая премьера в шоктаре освещали фасад театра одна за другой им откатывали к подъезду машины из них ходили женщины в вечерних туалетах украшенные сверкающими драгоценностями мужчины во фрагах с убитыми розовыми лицами смеющиеся радостные самоуверенные беззаботные старая такси с усталыми шоферами за стонами скрипом отъехала от этого праздничного стопотворения пойдем же робби крикнула по отгляде на меня сияющим взглядом ты что-нибудь забыл я враждебно посмотрела на людей вокруг меня нет сказала я я ничего не забыл затем я подошел кассе обменял билеты взял два кресла в ложу хотя не стоит целое состояние я не хотела чтобы пад сделал среди этих благополучных людей для которых все решено и понятно я не хотела чтобы она принадлежала к их кругу я желала чтобы она была со мной и только со мной я думаю что на этом мы можем закончить сегодняшнее чтение книги я надеюсь что ты заскучился по ремарку вот но уже пора закрывать свои глазки и отправляться в мир снов а мы с тобой встретимся совсем совсем скоро все пока пока пока